всем привет всех приветствую на своем канале в прошлом видео я обещал что я сделаю следующий сюжет о том как наносить изображение на футболке но про некоторые расскажу секреты которые есть которые новички не знают ну в общем то конечно это видео и рассчитано в основном будет на новичков потому что те кто работает уже четыре пять лет конечно же наверняка все секреты знают сама собой вот так для тех кто только недавно начинает работать или же может быть работает давно ищет какие-то новые секреты мало ли способы значит сегодня я кое-чем с вами поделюсь но начнем основе на самом деле с азов дело в том что как только мы беремся за нанесение изображения на футболке у нас сразу с вами возникает вопрос нужно ли что-то подкладывать по футболку снизу ну в данном случае можно сказать первое что если это первое ваше нанесение если вы наносите только с одной стороны изображение то в общем то не надо пока вот этот вот материал вот этот пока прокладка будет новая чистая конечно не нужно но когда вы будете делать двухстороннее нанесение с этой стороны вы нанесли потом вы переворачиваете футболку изображением уже готовым вниз и наносите сверху при этом изображение которое вы уже нанесли на футболка и перевернули сюда вниз она будет пропечатана вот сюда то есть вот этот материал он будет испачкан что с этим делать скажу сразу что обычно в компаниях поставщиках футболок они в своем арсенале имеют специальную ткань такую для подкладки но по своей практике понял что она тоже фактически бестолку потому что на нее тоже переносится изображение может быть чуть похуже но все равно футболки вы испачкаете с многолетней практикой я понял что нет ничего лучше чем подкладывать бумагу обычную офисную бумагу вот вот так вот мы кладем перекрываем здесь перекрываем тут перекрываем здесь перекрываем так так вот положили не вот так положено классе принципе можно как угодно единственное что нам нужно это чтобы основа основа пресса она чтобы нигде не выглядывал вот таким образом когда таким образом если у нас основу уже испачкана мы не испачкаем футболку потому что сквозь даже один офисный лист краска уже практически никогда не проходит и плюс мы не испачкаем основу ну на всякий случай будем сохранять ее чистой так это значит у нас первый этап и первый так скажем маленький секрет то чтобы подкладывать под футболку нужно бумагу стоит она копейки а помощи от нее очень много на самом следующий этап это хороший ровный стол на котором вам удобно будет работать достаточно высокий чтобы не приходилось нагибаться иначе вас просто-напросто устанет поясница вот таким образом может быть можно заказать сделать на заказ стол чтобы на нем было удобно работать стараемся чтобы это все было по центру относительно воротничка и не опускайте слишком низко здесь вот тут должен быть минимальным потому что если вы опустите ее ниже то получится что у вас рисунок будет не на груди а на животе уже это будет не очень хорошо футболки кстати вот эти нижегородские их изготавливают у нас в нижнем новгороде непосредственно сам поставщик он же является и производителем футболок кто знает найти его очень легко ребята делают хорошие футболки футболки двухслойные то есть внешняя сторона это полиэстер на который наносится изображение сублимации а внутренняя сторона это стопроцентный хлопок именно поэтому они называются двухслойные ну сэндвич их еще называют вот еще должен сказать пару слов по поводу бумаги на который печатать есть специальная сублимационная бумага у нее есть два очень важных заметных и больших но первое но заключается в том что она значительно дороже чем любая другая бумага и второе но заключается в том что с нее краски довольно легко стираются даже руками я печатаю на обычной матовой фото бумаги толщиной 120 грамм 140 грамм на метр квадратный толще 140 грамм бумага не нужно в идеале 120 грамм бумага должна быть вот какие выгоды у этой бумаги у матовой обычная во первых она значительно дешевле в разы дешевле я что-то считал по образ 5 что ли она дешевле чем сублимационная бумага это раз во вторых с матовой бумаги сублимационная чернила совершенно не смазывается абсолютно ничего не смазывается сублимационной бумаги смазывается потому что у нас всегда есть некоторая степень влажности на пальцах и смазывается на раз и еще одно преимущество есть у обычной матовой бумаги как ни странно это преимущество заключается в том что с обычной матовой бумаги изображение переходит на футболки на пазлы на кружки с гораздо большим успехом чем сублимационной я не знаю чем это объяснить но до того как я стал пользоваться матовой бумагой рисунок и на футболках и на пазлах получался гораздо более блеклым с матовой же бумаги такого нет рисунок всегда получается очень насыщенной единственное есть но у матовой уже бумаги ну маленькое так скажем неудобство например если брать в расчет нанесения на фото кристалла или на любой другой в общем-то материал кроме футболок обязательно нужно всегда прикреплять термоскотчем потому что матовая бумага не прилипает к предмету после нанесения в процессе нанесения сублимационная же бумага она при нанесении прилипает к кристаллу прилипает к пазлу таким образом когда вы пресс подняли вы можете краешек так сказать отогнуть и посмотреть насколько удачное изображение пропеклось изображение или не пропеклось потом спокойно вы отпускаете просто прижимаете прессом и делаете нанесение дальше с матовой бумагой так не получится как только вы пресс подняли она у вас уже может сдвинуться она ни к чему не прилипает именно поэтому матовую бумагу придется всегда прикреплять но опять-таки на матовой бумаге у вас будет экономия раз в пять по цене она гораздо удобнее это я вас уверяю значит когда мы приклеили бумажку советую вот так вот взять двумя руками футболку поднять поднять перед собой подержать и посмотреть насколько ровно вы приклеили лист чтобы у вас не было перекосов каких-либо вот мы положили футболку на сублимационный пресс на его основу на подложку так скажем обращаем внимание вот на это место дело в том что сам воротничок ни в коем случае не должен оказаться под нагревательной панелью почему потому что сразу и давно замечено если воротничок попадает под нагревательный элемент то в девяносто девяти целых и пяти десятых процентов случаев он желтеет в этом месте и будет очень даже некрасиво поэтому за этом за этим моментом следите вот так вот раз проверили хорошо все воротничок а за пределами пресса находится здесь у нас идет картинка так положили на бумагу да помним что на бумагу далее маленькое отступление по поводу футболки если раньше ткань была немножечко поплотней то сейчас наш производитель стал делать футболку чуть тоньше таким образом как раз именно черный цвет он иногда проходит насквозь первого слоя и отпечатывается на обратной стороне следы чуть-чуть есть раньше такого не было то есть два-три года назад я печатал совершенно спокойно при любой температуре краска насквозь не проходила теперь она к сожалению стала проходить поэтому мы берем все ту же самую обычную офисную бумагу я на всякий случай беру 4 листа хотя я уже говорил что даже один лист на практике обычно уже не пропускает сквозь себя трансформирование трансформированные под температурой чернила то есть пар да но на всякий случай я все равно беру 4 листа и продеваю туда футболку сейчас я это проделаю итак вот видно насос я протяню 4 листа сюда внутрь футболка теперь у меня точно чернила насос не пройдет далее сверху футболку тоже накрываем тоже обычной бумаги вот так вот сейчас пальцем продавливаем мы сискиваем две границы так кресет не окрестит и он окрестит и он окрестит прикладем так проверим так вот здесь должно окрестаться все значит у нас все границы прекрасные так дальше включаем пресс температуру для футболок да для футболок температуру 190 градусов ставим сейчас объясню почему время время 110 секунд этого достаточно ну вот хорошо просто теперь пускай греется пока значит почему температура 190 градусов дело в том что в футболку в ткань футболки периодически попадают какие то цветные нити они бывают красные они бывают синие и так далее откуда они там берутся я не знаю но вся суть в том что вот если я ставлю температуру даже 195 200 210 градусов к сожалению эти нити они пропечатываются на футболке то есть они отдают свою краску изделию и когда вот вы нанесли сняли все это дело опа смотрите а у вас футболка вся в таких мелких синих красных разноцветных точках их может быть не очень много а может быть много первое время я думал да неужели это у меня принтер пачкает ну разбрызгивает во время печати потом я убедился что нет это не принтер путем опытов и экспериментов я пришел к иуду и понял обнаружил что это из-за футболки самой а при температуре 190 градусов эта ткань вот эти вот нитки они практически никак не отдают свою краску и футболка остается белой поэтому мы с вами греем до 190 градусов по цельсию так вот значит у меня пресс нагрелся должен заметить что для черного цвета я все-таки на 5 градусов прибавил температуру чтобы он насыщеннее был я надеюсь что это ничего страшного нам не сделает в смысле те кракозяблики не проявятся теперь зажимаем прижимаем и ждем вот поэтому верхняя бумага она опачкается так вот у нас рисунок первый верхний готов так что касается внутренней бумаги которая кладется на основу пресса ее можно не менять достаточно долго если у вас одностороннее нанесение то есть вот на этих листах четырех можно сделать 20 30 40 футболок хоть 50 футболок она постепенно пожелтеет от температуры но это не страшно и может она них все делать а вот если вы уже делаете двухстороннее нанесение ну тогда придется менять либо все четыре листа каждый раз для каждой футболки либо например только те листы которые у вас будут испачканы вот это мы увидим так футболку у нас приклеил я сзади бумажку сейчас буду делать нанесение со второй стороны так вот значит обратная сторона алгоритм действий тот же самый кладем проверяем чтобы горлышко который теперь воротничок который теперь с обратной стороны находится чтобы он по-прежнему не попадал под пресс под нагревательный элемент так значит положили дальше под футболку в смысле в нее внутрь внутрь футболки засовываем четыре листа бумаги обычной офисной бумагу засунули футболку разровняли идеально не нужно вот эти вот все складки это все ерунда так теперь накрываем опять таки обычной бумагой и заново прижимаем прессом вот у нас вторая сторона готова так всю верхнюю бумагу мы выбрасываем выбрасываем всю верхнюю бумагу так снимаем ну вот у нас с вами готова вторая сторона футболки у нас получилось двустороннее нанесение как я и говорил на листах которые лежат на основе отпечатались буквы в данном случае вот испачканы все листы кроме нижнего но мы можем что-то не заметить поэтому если поэтому в таком случае при таком макете графическом лучше менять сразу все листы заново накрывать вот не жалейте бумаги потому что бумага стоит недорого а если вы испортите футболку то переделывать сами понимаете будет намного хуже ну и вот она наша футболочка заказчица будет довольна вот это вот передняя сторона вот это вот обратная сторона а если вдруг какие-то секреты еще вспомню я их обязательно вам сообщу всем спасибо да кстати я думаю что нужно сказать еще о такой интересной вещи некоторые наверное из вас задаются вопросом насколько вообще стойкое это нанесение сублимация нанесение стойкое невероятно проверено самостоятельно на своем опыте дело в том что однажды мы такую футболку с полноцветным рисунком там фотография какая-то была мы постирали эту футболку при 90 градусах температуры воды и еще к тому же с отбеливателем так вот с рисунком ни с одним из цветов абсолютно ничего не произошло то есть 90 градусов вода стирка с отбеливателем совершенно обычная стирка никакая неосторожная так скажем неаккуратная изображению ничего но все-таки лучше так не делать стирайте при 40 градусах без отбеливателя в режиме аккуратной стирки как то она там по другому называется деликатной стирки вот все всем спасибо